Мир вам, дорогая церковь. Я очень рад снова находиться здесь, на этом месте, среди вас. Это радует мое сердце, слава Богу. Вы знаете, я сейчас сидел там в рядах и вспоминал. У нас сегодня, на сегодняшний день, 23. октября 2016 года. Мы сегодня, 23. октября 2016. 28. октября 2012 года. Но на 28. октября 2012, я приехал сюда, в Лар. Спустя 10 дней, примерно 2 недели. Я стоял здесь, на этом месте. И просил Бога изменить мою жизнь. Я не знаю, почему, но в тот день было так. Но я не знаю, почему, но на тот день было так. Ко мне подошел кто-то из братьев, я не помню, кто-то из служителей. В тот момент, когда я пришел на период Кайца. В тот момент, когда я пришел на период Кайца, мне дали микрофон и сказали, скажи, что ты хочешь. В тот момент, я сказал такие слова. В тот момент, я сказал такие слова. Я не знаю, какой будет моя жизнь с Богом. Я не знаю, как будет моя жизнь с Богом. Но так как я жил до сих пор, я больше не хочу. Слава Богу, сейчас прошло уже 4 года. Праздник, сейчас уже 4 года. Ну, я говорю уже, потому что для меня в эти 4 года очень много что произошло. Я говорю, что в этих 4 года уже много было. И сейчас я могу здесь стоять и делиться с вами Словом Божьим. Я бы хотел сегодня говорить на тему, я бы хотел сегодня говорить на тему Жребий или правовыбор. Для начала я прочитаю, это будет книга из Фирь. Для начала я прочитаю, что это будет из книги Эстер, 4 глава, 14 стих, 14 стих. Я коротко объясню своими словами. Здесь история описывает нам такую ситуацию, когда Естерия попала в дом царя. Я объясню, что здесь происходит, когда Естерия в дом царя пришла. Она на тот момент еще даже, наверное, сама не подозревала о своем призвании. Волею одного человека, это был Аман, происходило такое, что они попали в такую ситуацию, где их могли бы всех убить. И уже даже стояла точная дата. И уже стояла как бы печать этого царя Артаксеркса. И вот в этом стихе ее дядя Мардахей обращается к ней с такими словами и говорит ей, Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места. А ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского. Потому что если ты сейчас кричишь, то будет от другой стороны и избавление и избавление для иудеев из другого места. Ты, но и дом твоего рода, будут уходить. И кто знает, если ты не только в одной из двух времен, как в этой кожественном 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 кожественном. Знаете, в жизни вот этой девушки из Фирь произошли такие обстоятельства, которые изменили радикальную ее жизнь. Я примерно себе представляю так. Она была такой, ну, средней, статистической, нормальной девчонкой. Которая была воспитана дядей, die erzogen wurde von ihrem онкле. Возможно, даже с большим благоговением, большей любовью, так как родителей не было. И я не думаю, что она была слишком смелая или особенно одаренная. Я думаю, что она была очень смелая или особенно одаренная. Но Господь определил ей такую роль. Но Господь определил ей такую роль, которая имела весь ее народ участие, indem ее ganze volк Anteil hatte. Вы знаете, часто в нашей жизни происходят тоже вот такие ситуации, wisите, oft kommen в нашем жизни solche ситуации, где мы, наверное, так задумываемся и думаем, ну, почему я? Или, ну, неужели это кто-то не может сделать, кто-то другой может быть, кто-то посмелее или посильнее. Kann das nicht etwas, jemand anders machen, der etwas stärker ist, etwas mutiger? Но тем не менее, определяется воля Божия, чтобы эту определенную задачу сделали именно мы. Но der Wille Gottes wird so gesetzt, dass das gerade wir machen sollen. Вообще, вот вся книга из Фирь, überhaupt das ganze Buch Esther, она повествует нам о том, es berichtet uns darüber, как чудеснейшим образом, wie durch wunderbare Weise Бог Gott берет вот то, что человек пытается сделать от себя, зло какое-то, вот как здесь, например, с Аманом, да, so, dass ein Mensch er versucht, böse zu tun, wie hier, wie Haman hier macht, и Бог берет и превращает это снова вот в добро. Und Gott nimmt das und wandelt das in das Gute. Знаете, читая вот эту книгу из Фирь, wisst ihr, wenn wir lesen dieses Buch Esther, мы можем с вами выделить для себя dann können wir daraus entziehen zwei такие mеры правления Бога. Zwei richtungsweisen von Gott. Знаете, одна из них, я бы это сказал бы так, это как мера правления, это поощрение и наказание. Und eines von ihnen ist die Führung von der Strafe. А вторая mera, я бы сказал, это так, это как ну, мера единства или как которая приводит к общему, к единому результату. Und die andere Führung ist die Einheit, das zu der gesamten Einheit führt. Это, чтобы пояснить, примерно происходит так, вот к первому, скажем, да, поощрение наказания, сделал что-то хорошее, и получил что-то тоже хорошее, сделал доброе дело, получил признание. Hast du etwas Гутес getan, dann kriegst ты auch etwas Гутес dafür zurück. Сделал что-то плохое, получил наказание. Тусть ты что-то плохое, получил наказание. То есть это соответственно своим делам человек получает что-то. Но есть еще другая мера правления у Бога. И она идет параллельно с первой мерой правления. И цель этого, привести все человечество к одному общему концу, что-то иначе к одному gesamту Энде вы знаете, Бог, он не считается с волей человека, вот именно когда вторая мера правления действует. Видите, Бог не работает с will человека, когда вторая деятельность в влиянии есть. Например, допустим, я хочу себе машину купить. Например, я хочу мне ein авто купить. И хочу какую-нибудь определенную машину. И нашел уже что-то, посмотрел, может быть. И я уже видел и наблюдал . Бог для себя определил, что мне нужно на велосипеде поездить. Но Бог предоставил , что я мою автомобиль плачу. И кто знает, может быть машина поломана или еще что-то не так. И могла бы быть авария или еще что-то хуже. Бог не допускает этого просто. И вот это скрытое правление, я бы сказал так, это скрытое в конце откроется, когда мы все вместе будем на небе, мы тогда будем видеть общую цель. И это будет offenbart, когда мы вместе в Himеле будут, то будет offenbart, целое целое. Я хочу еще привести такой пример. Я раньше начинал делать на кораблях. Я раньше на корабле плывет по воде. И по кораблю ходят люди туда-сюда, они что-то делают, кушают, гуляют, наслаждаются жизнью. И на корабле ходят люди спазят и радуют sich жизни. Каждый делает то, что он хочет. Но тем не менее весь корабль плывет в определенном направлении. Но это ganze корабль в определенную Richtung. И когда Бог создал этот мир, он его не оставил без контроля. Мы может быть часто думаем, что Бог не слышит или не видит, или что-то происходит из ряда вон выходящее. Но это не так. Бог контролирует абсолютно все. Не поймите меня неправильно. есть такая теория детерминизма называется. Я не пытаюсь сейчас об этом говорить. Детерминизм это когда говорят, что уже все предопределено и ничего невозможно изменить. Можно изменить. Если я для себя решаю сейчас, что я пойду в воскресенье не на собрание, а бегать или куда-то в другое место, когда я скажу, что я не в вершине, но я не пойму на джоге или другую месту. Бог не будет меня за руку тянуть в церковь и говори, и не не скажу в церковь. Понимаете? Но тем не менее, Бог управляет этим миром, хоть и скрыто, и искрыто, и явно, и вершине, как Аман задумал сделать злой Исраильскому народу. Смотрите, как Хаман думал, что имел Божьего в Божьем. Бог взял это злое, обернул это назад на Амана, а израильский народ остался жив. Тогда Бог это Божьем, ленкнул его обратно на Хаман, и это Божьего в Божьем в Божьем. Исраиль был в Божьем. Я бы хотел прочитать нам одно место Писание. Это будет из Нового Завета, Евангелия от Иоанна, 4 глава. С 31 по 34 стих. Вернулся в 31 до 34. Вернулся в Божьем, но он сказал им, у меня есть пища, которой вы не знаете. Вернулся в Божьем. у меня есть пища, которую вы не знаете. Почему ученики говорили между собой, разве кто принес ему есть? Да спрошу, когда они жены зубь, он уехал, он уехал, он уехал, Иисус говорит им, моя пища есть творить волю, пославшего меня, и совершит дело его. Братья и сестры, обратите внимание, 32 стих, здесь Иисус говорит, у меня есть пища, которой вы не знаете. breции, он не говорит, которую вы не знаете. Понимаете, разница в том, что если бы у него что-то было, и он бы сказал, у меня есть что-то, о чем вы не знаете. Но он говорит, которую вы вообще не знаете. Это, к примеру, какой-то фрукт, который мы не знаем с вами, где-то, может быть, в Папуа, Новой Гвинеи растет, а мы его не знаем, мы его ни разу не видели и не пробовали. И вот так же самое он говорит, вот пища моя, которой вы не знаете, есть творить волю пославшего меня. На тот момент ученики не понимали, о чем он говорит, он их еще никуда не посылал, ученики не понимали этого, Иисус Христос творил волю Отца, который послал его, который сказал ему об этом, В нашей жизни, когда мы приходим в собрание, мы слушаем, мы слышим, мы внимаем, мы выходим, мы живем нашей жизнью, мы leben unser Leben. И то, что нам сказали, то, что нам Бог говорит в наших сердцах, мы пытаемся притворять в жизнь, мы пытаемся притворять в жизнь. Иногда бывает так, что нам кажется, то, что я услышал и понял, и хочу притворить в жизнь, что оно так не получается, и потом начинают руки опускаться, и потом мы сидим и думаем, Бог меня не слышит. Мы как-то сидели с братьями на реабилитации, и я в Ютубе, в Интернете наблюдал такой ролик, показал еще некоторым братьям. Один человек очень наглядно объяснил вот эту ситуацию, когда мы думаем, что Бог нас не слышит. Он говорит, вот если мы хотим позвонить маме, мы берем телефон и звоним, никто не поднимает трубку, мы думаем, может быть с телефоном что-то не то, ложим телефон, берем другой телефон, звоним, звоним, никто трубку не берет, мы ложим телефон. И что мы теперь думаем, что у нас мамы больше нет? И что мы теперь думаем, что у нас мамы больше нет? Правильно мы так не думаем. Это не правда, мы думаем не так. Но часто получается, что вот случай, когда мы молимся и что-то просим у Бога, но oft kommt es vor, что когда мы битим и при Боге etwas битим, мы ему звоним, звоним, он трубку не берет. И потом мы говорим, Бога нет. И потом мы говорим, что Бога нет. Или он меня не слышит. Или он меня не слышит. Понимаете? Я хотел бы прочитать последнее местоописание, и мы будем приходить к молитве вместе. Я хотел бы прочитать последнее местоописание, и мы будем приходить к молитве вместе. Возможно, у меня не получилось полностью развернуть ту мысль, которую я хотел передать. Но, братья и сестры, желание сердца моего, чтобы мы понимали, то, что Бог нас не оставил, и никогда не оставлял, и Он, более того, избрал каждого из нас. Он открылся нам, и помогает нам. Каждый день помогает. Даже когда мы думаем, что мы сами себе как-то помогаем, или своим умом, или как-то достигаем этого. Даже когда мы думаем, что мы сами помогаем, или мы это достигаем с нашим пониманием, кто нам умомил? Кто нам жизнь? Кто нам жизнь вечную? И кто нам жизнь вечную? Я прочитаю, это будет второзаконие. Я буду лезать, это будет 5. Мозе, 6. Глава, с 4 по 9 стих, с 4 по 9, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Хюре, Израиль, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Люби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всеми силами твоими. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. И внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогу, и ложась, и вставая. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязки над глазами твоими. Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden, und sie sollen dir zu Erinnerungszeichen über den Augen sein. И напиши их на Кассиках дома твоего и на Воротах твоих. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Здесь я Моисей заповедуя народу израильскому. Hier hat Mose geboten dem Volk Israel призывает их к тому, er ruft sie dazu auf, чтобы они полностью уповали на Бога, dass sie vollkommen auf Gott vertrauen. Absolutно во всем. Absolut in allem. Bratia und Sästri, mein Appel oder mein Wunsch, dass wir mit euch beten, einfach in unserem Herzen sagen, Herr, wir vertrauen dir. Ich weiß, dass du einen Plan für mich hast. Ich weiß, dass in deinen Augen mein Leben sehr wertvoll ist. Bratia und Sästri, ich weiß, ich weiß, das состояниe ваших serdez. Aber Gott kennt sie. Eröffnet eure Herzen für Gott und ihr wird verstehen, mit was für einem Frieden und Gnade er es fühlen wird. Ja, благословit uns, Господь. Wir werden beten. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Продолжение следует...